Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим, может ли отыгрывать Ауджан в Лиге Чемпионов с пилотом Мидеи на вооружении Бэйн. За счет параллельса цель станется. Модуль у меня фейсшифт. Чипы на урон стоят по накоплению 150 тысяч урона. Резко возрастает на несколько секунд урон плюс 70%. Но здесь в большей степени отыгрывать будет именно амплифайер, установленный на Ауджан. Также установлен баланс юнит. И ластен. Конечно, можно поставить еще клайкинг юнит, убрав баланс. Тогда на парочку процентов живучесть Ауджана повысится. Посмотрите, как быстро был накоплен полный эффект по амплифайеру с вооружением Бэйн. По идее, пилот Мидея должна также усилить встроенный огнемет, а он каразийный огнемет у Ауджана. Значит, урон будет больше. Мы посмотрим много эпизодов по Ауджану, друзья. Помните, что делаю эти обзоры по фану для вас. Если есть возможность качать другого меха, то лучше прокачать другого меха, более подходящего для Лиги Чемпионов. Ауджан уже сильно устарел. Трижды понерфленный мех. И здесь мы больше изучаем не самого Ауджана с вами, а сочетаемость оружия Бэйн с Мидеей. Пусть на таком неказистом уже мехе, как Ауджан. Все-таки отыгрывает мощно это вооружение вместе с Мидеей. Бочки сгорают за секунду без Ласт Энда и без защиты щитов абсорберов или АЕГИСа. То есть эти чипы сейчас принципиально важны. По поводу токсичных комментариев, друзья, пару слов. Все обзоры делаются с трудом. То есть данный обзор занял у меня, представьте себе, несколько часов, чтобы настрелять этот материал. Все лишнее я вам вырезал, чтобы предоставить побольше боевых ситуаций. Именно с Жаном, с Мидеей на оружии Бэйн. Если кому что-то не нравится, выражайте свои мысли правильно. Буду отправлять в бан незамедлительно и не церемонить, потому что воробот не приносит особо никаких таких плодов, так скажем. Аудитория достаточно вредная, токсичная, поэтому я делаю все с душой. По фану для вас, если чужой труд кто-то не уважает, то значит это его трудности будут смотреть молча. Или пусть не смотрит вообще, да, в идеале. Сделаю для тех, кто хочет смотреть. Кому интересно. Здесь достаточно слабый попался рандом со стороны красной команды. Хотя начали лихо по маякам. А потом просели, за нас даже бегемот играет. Я очень осторожно отыгрываю, чтобы подольше пожить. Следующие эпизоды, конечно, будут более диковатые. Я тестил по-разному. Цель обзоров прежде всего увидеть эффективность или неэффективность сборки. Ну скажем так, определить дальнейшую судьбу применения любой сборки. Будем применять или не будем. Вкратце, что можно сказать по Джану на Бейнах. Он заиграл, но только с Мидеей. Без Мидеи такого эффекта не будет. Ну и можно забыть про охоту на цели в стелсе. Потому что Мидея не дает антирадар. Как, например, легендарный пилот Ян Кли. Моментально накладывает негативный эффект супрессор. Ну в идеале, наверное, мне кажется, лучше ставить здесь два. То есть встроенный чип идет в паралис у нас. Лукдаун. И лучше поставить дополнительный лукдаун, чтобы мгновенно чуть стрельнул Бейном или встроенным огнеметом. И цель застанется. Ее тогда можно сжечь более эффективно. То есть именно стан цели предельно важен для Ауджана. А новые чипы на атаку позволяют отыгрывать с фейсшифтом, не опираясь на усиление огня с помощью Advanced Repair Unit. Или просто Repair Unit. Кто на чем играет. Здесь зависит количество энергоблоков. Очень жестко выжигает встроенный огнемет вместе с Бейнами. Просто мехи сгорают за секунды. То есть воробот у нас меняется, друзья, в сторону именно эффективных сборок. Даже не имбой мехов, а именно сборок. То есть при правильной сборке некоторые мехи начинают отыгрывать достаточно жестко, с гигантскими уронами. Моментально выжигает мехов. Посмотрите, что делает. С другой стороны, если вот такие отходы осуществлять, бочка, кстати, моментально до ласта, то лучше, конечно, Супрессор, чтобы цель подавить, чтобы урон был минимальный по вашему джану. Так, я метнусь на Респлой, потому что там сердитый ревенант, надо его дожечь. Я прям вспомнил былую мощь Ауджана, когда он только появился. Вспомните, какие были скоростя. Какой ужас он наводил на поле боя. Может быть, еще эффективнее будет с глайдером, но тогда местами не будет столь огромного дамага. Но все равно дамаг с Мидеей будет очень хороший. То есть у меня здесь достаточно получилось, друзья, сборка уроновая. И, скажем так, средней живучести. Можно сделать чуть-чуть менее уроновую. И повысить живучесть, ну, наверное, в полтора раза. За счет клаккинг юнита. И за счет глайдера. Другой поставить дрон. Уже сильно поврежден. Давайте быстро сожгем бочку. Смотрите. Ну, реально, две секунды. Знаете, две секунды на бочку. Старенький Джан. И, конечно же, с такими мехами, как Фафнир, Джану Нитигаца. То есть он нужен в начале игры, чтобы поджечь бочки, атакующую первую бронегруппу, так скажем, выжигать противника. Отправляемся в Рим. Следующий эпизод, друзья. То есть сейчас наибольшее внимание нужно отдавать сочетаемости меха с определенным видом вооружения. И чтобы это сочеталось с нужным пилотом, с нужными модулями, и чипами, и видом дрона. Сейчас вооробот взял такое направление, только комплексная сборка будет четко отыгрывать, и вы можете собрать сборку строго под свой геймплей, под свою отыгровку. Именно так, как вам нравится. И нужно обязательно понимать назначение меха, назначение вашей сборки. Штурмовая она, либо сборка второй линии, либо строго поддержки. Чтобы не совершать на поле боя лишних пилотвижений, и отыгрывать, исходя из назначения вашей сборки. Так, сейчас нам с ребятами надо, конечно, постараться в город вернуть. По крайней мере, рандом смог взять три маяка. У Джана все-таки много моментов зависит от перезарядки способностей. Но если аккуратно с краешку, то можно атаковать и так. И в таком случае способность нужно держать в запасе, так же как и фейсшифт, чтобы взлетать уже на гарантированное поражение цели. Вот такой интересный момент. Я не знаю, почему я так и не спалил бочку. По всем пунктам должен был спалить. Конечно, продолжайте, друзья, изучать карты. От знания карт ваша эффективность серьезно вырастет в бою. Если аккуратно отыгрывать, то, в принципе, Джан, видите, да, в большинстве боев живет продолжительное время. Но при этом, конечно, страдают маяки, потому что я их не захватываю. Вот можно посмотреть, как сейчас по титану отрабатывает Джан. Вы знаете, больно отрабатывает. Если бы еще не лагало, посмотрите. Сильно телепортится. Даже титаны на 100 метров. Это, конечно, не алло. Давайте посмотрим оборонительный эпизод на Дреднаут в центре. В галереях самого разрушенного корабля. Бочки несут очень огромные повреждения от такой сборки. Вообще любые, любые бронесборки. Ревенан тоже будет огромное повреждение получать от такого Джана. В целом, вывод можно сделать следующий, что можно играть от этого Джаня в Лиге Чемпионов. Но все же мех слабый. Еще раз говорю. Если бы вам предстоит его качать, то лучше не качать. Лучше вам выбрать что-то другое. Если такой мех уже есть и надо качать что-то другое, пока есть такой Джан, да, то поиграть на нем можно. Но такая отыгровка возможна только с прокачанным пилотом Midday и комбинацией всех чипов, дрона и установленных на меха модулей. Вот для чего нужен, конечно же, в запасе фейсшифт. Скорпион достаточно подлючая машина и всегда может сработать, надобив Джана и надобив ястреба-хавка. В этом предназначение Скорпиона. Прыгнуть со спины и добить цель, у которой прогорел фейсшифт или находиться еще на перезарядке способности. Вот так со второй линии очень хорошо может Джан работать. Жестко выкашивая ХП у противника. Многие все-таки для живучести меха вставят клакинг-юниты. Но здесь нужно понимать, что тогда сам по себе комплексный урон в секунду меха снижается. Но в какой-то момент времени иногда поможет, а иногда нет этот клакинг. Дав дополнительный стелс на земле или при взлете, или при посадке. Нужно всегда наблюдать за балансом маяков и понимать, когда нужно перейти в решительные наступления. ХДС слева все-таки сгорел. Сейчас ребята маяк возьмут. Хороший здесь у меня рандом. Действие в принципе правильно. Смотрите, как с упреждением жестко сработала кислотно-коррозийная струя. Скорость полета, да, струи быстрее, чем струя огнеметов. В этом есть своя прелесть. Очень интересно, как себя будет проявлять среднее кислотное вооружение. Я уже предполагаю, очень опаснейшие сборки будут, например, Тайфун с Мидеей на среднекислотных. Даже лич в рывочке будет опасен, но в начале боя. Как раз против бочек, против ревенантов. На Фенрира такая сборка не годится. На него не годится пилот Мидея. Все-таки для живучести Фенрира необходима Бернадетта. То есть некоторые сборки, они будут неэффективны. Изначально даже можно не пробовать, потому что ответ очевиден. На Фенрира кислотное вооружение ставить не нужно. Это нецелесообразно. Без Бернадетта Фенрир погибнет очень быстро. Идеально ставить на быстрых мехов это вооружение с Мидеей. И вот Тайфун для этого очень подходит. Само по себе, еще раз напоминаю, друзья, без Мидея и кислотное вооружение работает достаточно слабенько. Вам не понравится. Вы разочаруетесь. Попробуйтесь, не верите. Я пробовал по-всякому. Смотрите, как долго живет все-таки Джан. Долго живет, если аккуратно, осторожно, со второй линии. Следить за обстановкой и работать по нужным выбранным целям. Настолько быстрая струя кислотная, что можно даже попадать в фафниров в воздухе. Но упреждение нужно брать. Вроде не успел я взлететь. А возможно, у него был глаз. Что вполне вероятно. Надеюсь, обзор был вам интересен. Поддерживайте канал, чтобы я не зря тратил свои усилия для вас. Увидимся в новых стримах, обзорах на канале. Здоровья вам и близким, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!